Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Марка, 9 глава, со 2 по 9 стих. Хотя мы это слышали, послушаем еще раз. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбереть. Явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущим. Тебе одну, Моисея одну, и одну Ильи. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако осеняющее их, и из облака ишел глаз, глаголющий. Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. И внезапно, посмотревши вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели. Доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Евангелие от Мофея. 17 глава. С 1 по 13 стих. Два евангелиста пишут. По прошествии дней шести и взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брат его, и возвел их на гору, высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделали белыми, как свет. И вот явился и Моисей Илья, с ним беседующий. Присемь Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну и Моисею одну, и одну Ильи. Когда Он еще говорил, все облако светлое синило их, и все глаз из облака глаголища, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте. И, услышавши, ученики пали на лица Свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведшие же отче Свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет измертвых. И спросили ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали Его, а поступили с Ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Для сравнения. Что один говорит, другой умалчивает. А другие евангелисты вообще ничего не говорят. Просто прошу внимательно, внимательно, еще если сейчас не захватите, что я говорю, дома посмотрите. Я православный, поэтому все я принимаю, что есть. Но я не могу не сравнивать со Словом Божьим. Евангелие Оттиана 12.48, четко, как печать. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое Илья говорил, оно будет судить вас в последний день. Все остальное, все судебные кодексы, все исчезло. Он меня будет судить по этой книге. И вся грамота, которую я знал, я понял, ничего не потребуется. Написано, сгорит земля и все на ней. Ничего нигде не будет. Он будет судить по ней. Значит, это я должен знать повороты. Я должен знать изменения. Господь говорит, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. У нас сегодня этого нет. Вот мы православные. Нам говорят, а где вы слово православное нашли? Я все по Писанию стараюсь. Беседуя с сектантами, как миссионер, я говорю, нет этого слова. Но оно уже в первом веке. Ай, как? Потому что я православный. У нас соборы. Семь соборов. Шесть соборов. Шесть соборов до седьмого века. Все еще не установили, как правильно славить Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков, и во имя правильное прославление. И сказали, ну, Давид говорил, но говорит то, что намного и неприемлемо. То, что 108 Солом, когда считаешь, тогда Затоус объясняет, что это и говорится о дьяволе, там. Хотя ясно, что о людях он говорил. А как сегодня? Сегодня не знаем. Крестный ход. И вдруг мальчика, там, шестилетнего, поднимает какой-то ветер, вихрь, он исчезает в облаках. Крестный ход восстановился. Сейчас проходит тавырь. Так сколько сядет? Стойте. Раз взял Господь, значит, он должен сказать, зачем взял. Наконец-то спокойно опускаются. Первое, что начали спрашивать его, это же часть святых говорит. Что ты слышал? Он говорит, я слышал святые Божие. Так. Святые крепкие. И святые бессмертные. Это ангелы говорят. А помилуй нас этого нет. Ангелы не надо это говорить. Люди добавили помилуй нас. Армяне добавили распявшись за нас помилуй нас. Между православными, армянской церковью, гигарианской. Сразу, как это, строица вся не распиналась. Не надо добавлять. И сразу запели. Три века проходят. Никто не знает о том преображении праздника. Четыре, пять, семь. Никто не знает. Так они чего не спасались? Смысл этого преображения был убедить учеников, кто он. Все нет сына, в котором мы его благоволение. Его слушайте. А они, когда Господь воскресший явится, и упрекал их за неверие. Уже воскресший, у них неверие. То есть они посели, как Григорий Низкий говорит, люди верят только в то, что сами могут сделать. А воскресить мы никого не можем. Я кое-что скажу такое, чтобы потом дома могли посмотреть. Вот есть такая крупная газета, Комсомольская правда. За 19 марта 2003 года выступили православные. И страница 18-19, потом запишут, знаете, почему мир отощат иконы, и Бог не дает нам знаки или демон. Назначена комиссия по благословению патриарха. Там экономцев, архимандрит, доктора медицины, физики, химии. Когда все это закончили, и стали теперь братья интервью, они говорят, не обидьтесь, народ у нас тупой. Я сразу говорю, это ты, кто его сделал? Вы же Слово Божие это не говорите. Вот на днях только было, я богослужение смотрел. Почти два часа и четыре минуты. Так, это сначала здесь не четыре, а получилось шестьдесят четыре. Сейчас прошел и четыре минуты. Чтение Златоуста обрезано четыре минуты. Почему не наоборот? Почему Златоуста бы не читать шестьдесят четыре минуты, а на богослужение четыре? На богослужении ты как пробки стоим, ничего не понимаем. По-славянски, когда столько раз повторили, преобразился, воспроизведи. Я нашел таких знатоков славянского языка, не кто-то, а богослужа, настоящие кандидаты, наук, там все, званий такие имеют. И один из них, хорошо знающий старобрядец, ему у него на дому, а там мои любимые люди были. И решили перевести хотя бы немного кандаки на Троицу. А одну страницу, почти два часа сидели, переводили эти знатоки Московского Патриархата и Старобрядцев. Одинаковые знания наши, какие? Никакие. Слово Божие переведено, сколько труда положили. Я хочу сказать, что то, что вы сейчас будете услышать, скажут, да как же так? Вроде я уже не православный. Нет, я православный, но я боюсь Бога. Я буду сейчас говорить о том, чего у нас нет. Почему фавор? Нигде в Библии нет. Слово фавор в Библии употребляется 12 раз, и нигде даже намека нет. А есть еще такая гора Ермон, она называется Хермон. Ее считай, где явился Христос. А когда смотришь на фотографиях, как фавор выглядит, он совершенно от гряды гор, отдельно, среди своих. И высота этого 588 метров. Он как колодой так стоит, отдельно, никакой большей горой рядом нет. И там два монастыря на вершине, католические и православные. И каждый в своем монастыре показывает вот на этой точке, вот на этой. Вот здесь Христос преобразился, православные тоже показывают свое. А рядом нет. Никогда не договорятся. Почему нигде этого нет, что и гора Фаворта? Нигде не указано. Ну, принято, я принимаю. А как бы это? Никак, не знаю. Господь умолчал. А почему умолчал? Его добавили, потому что гора стоит отдельно. А гора эта на 9 километров от Назарета находится. Это не рядом. Представьте, 588 метров. Ну, понимаете, там мы меньше 250, допустим. И все-таки нет данных. И наставить не можем. Что сегодня делается? День преображения. Со всего мира снижаются паломники. Запружают буквально всю гору. Палатки ставят, там ждут. И в среде где-то днем появляется вдруг облако. Независимо от погоды. Жара, ни одного облака нету. Плывет облако. Гром гремит. Молнии скоркать. Но голоса никакого нет. А там, что только нет. Самое настоящее веснование начинается. Ну, там никто не контролирует, кто будет. А я там был, сфотографировал. Получится. А господу это надо. Сатана абсолютно все подделывает. И в образе Христа является, считай, Мисакия Пещерского. Но только вместо ног оказались куриные ножки. Когда он поклонился, и захохотали. Теперь начали им играть как футбол. Божья, Матерь, не может, тоже показывает ее. Он не может только одно чудо сделать. Написано. Из уст грудных детей сотворил в полу постромить врага и мстителя. Когда дети восклисали от сам на вышлих, благословим грядущего им и Господним. Дьявол не может это сделать с детьми. Они ему не принадлежат. Она научится говорить. И он не властен. Единственное, на что указывают святые отцы, что антихрист не сможет сделать. Вы для себя просто имеете. Когда-то коснется, скажете, а все ли он может делать? Абсолютно все. И молитвы, и храмы строят, и благословение преподает. И чего только нет. Сегодня такие материалы опубликованы. Нигде-то в патриархии. Какой ущерб принесла декларация митрополита Сергея Острогородского. Открыто. За что меня судили. Сегодня все это стало известно по всему миру. В 20 веке. Как арестовывали, как издевались. Твердые, крепкие мужики, как мы считали со слезами. Это не я говорю. А православный священник, патриарший. Самое-то удивительное. Ну, я сказал, написал, насчитал, посадили. Все. Ну, это официально уже признано. Проходит время. Люди будут говорить о том, я сейчас говорю. Преображение никак не было отмечено в Церкви Христовой. А как преобразился? Является Моисей. Моисей все шатрами шли. Они 40 лет. Он увидел город, дом Израиля, где будет. Но не вошел, потому что однажды он все грешил. Бог говорит, скажи скалей сей, когда пить нечего было. А он народ говорит, неужели из этой скалы. А говорят, за то, что жезлом ударил. Нет. 105-й церковь говорит, а Моисей погрешил устами своими. Неужели из этой скалы? И Господь сразу сказал, и ты не войдешь в бедованную землю. Перед Богом должна быть абсолютная точность до единой буквы. Зато он говорит, обращая внимание на единый знак. Ни одна черта, ни одна йота не исчезнет. Небо и земля меньше стоят. Небо и земля исчезнут, но ни одна йота, ни краткая ни одна не исчезнет. А сколько черточек? У меня данные есть. А много времени я работал над этим, сколько и краткое. Все у меня есть данные. Что я хочу сказать сегодня, что мы православные, не знаем Библию. Многие не имеют, не читали и не любят. Уже сколько у нас есть толкование Нового Завета, толкование. Разные хулы говорят. Там не так, не проще. Тех, которые в руки ничего не берут, а то уже покурившие Духа Святого люди. Ни где-то среди нас, ни здесь. Рядом совсем. И батюшка пошел, ты же говорит, вы что делаете? Вы можете говорить, я не такой, там грубый, то другое. Ну, это Слово Божие говорит. Считает Слово Божие. А неправильно. Перевод, потому что лакта неправильный. Они не знают, что 7 переводов. В Библии много, но самый лучший синодальный, который у нас лежит здесь. Итак, сегодня, если когда мы на Испании, Господь прощается с учениками. И последние слова, которые Он говорит, Евангелие от Марка 16, 15. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Последние слова. У нас их, если слов нету, на Испании был. А вот преображение-то, оно имеет смысл, если мы это перекидываем на себя. Вот Он идет, человек вооруженный, рядом воины с Ним. Христиан хватает, пущие женщины мучают. Вы знаете о ком? В городу Дамаску подходит. Столица. Мусульманская столица. И в это время свет осиял Него. Он пал на землю. Сау, Сау, что ты гонишь в меня? Трудно идти, Петя Прожна. Кто ты, Господи? Я тот, Иисус Назарин, которого ты гонишь. Многим придется это услышать уже на смертном обережье. Говорят, я неверующий, не веря только до гроба. За гробом в первые секунды все неверующие делаются верующими. Почему? Они видят демонов, как тащат. Митогонь гиенский. Все, игра кончилась. Я прошу просто, чтобы мы преобразились, пошли сюда. А если мы ничему не научились, сегодня, говорит Златоуст, почему нас никто не прогнал? Зачем мы топтали дворы дома сего? Святой Один говорит, почему никто взял ключи, да не забросил в море куда-то, чтобы вы никогда не открыли этот храм? Чтобы не сперняли этот храм ногами такими. Где вы были эту неделю? И перечисляет. Как вы думали? Мы должны преобразиться, чтобы все заметили, что он преобразился. Он не такой стал. И когда на Моисея люди смотрели, момент, когда преобразился, они не могли смотреть. Говорит от него, как, может, электросварка. Он-то там покрывало надевал. Покрывало. Не сетчатый, как женщины там делают. И говорил, нельзя было смотреть. Мы знаем, такое было с терапивом. Ну, не так, не такой в мере. Когда Мотовелов с ним беседовал. Он говорит, отче, у вас... Я не могу даже сказать, как искры прямо летят какие-то от лица. Чадо мое, я тебя таким же вижу сейчас. Да не может быть. У нас идут занятия в ИГТУ. Твой сын закончил этот университет. К нам заходит ректор. Один из самых знаменитых в России. Евсегнеев Владимир Васильевич. Мы аудиторию 410-ю занимаем. И он меня спрашивает. В фотографиях сохранилось, когда он стоит. Говорит, а что за люди у вас? А когда тут все есть? Скрывай администрации, с КГБ, или кого-то... Ну, открытые двери. Я не про это. Вы ничего не видите? Я говорю, нет. Он тогда зашел. Ну, у него там 18 тысяч, допустим, студентов. Он хорошо все знает, видит. Но я никогда такого не видел. Лица сияют у людей. Как вы этого не видите? Все видите? Я говорю, нет. То есть мы привыкли к этому? Это говорит человек при свете, дневном, этом, перед которым тысячи людей. Там академик, там сколько у него докторских, которым помог он защитить. И это не все. Когда к нам приходят на занятия, иногда идут в Барнауле, на улице, там елка и стол. Мы сидим занимаемся. А в это время, я не знаю, то ли я обратился за помощью, тогда был главный магазин красный. Заходит человек этот, могу его и назвать, директор. Он только остановился и сразу встал. Я подошел, а что? А что это у вас тут такое? Я говорю, да здесь вот было спасали на водах, а теперь меня дали, я высудил. И теперь, я не про это. Вы не видите ничего в нем. У вас буквально весь воздух светится. Это люди неверующие, были коммунистами, там. Почему? Я не знаю. Но люди совершенно чужие. К нам никогда не были. Один хоть приходил, второй пришел случайно. Он остановился и дальше не идет. Он по-своему говорит, это невиданная аура святости. А мы просто сидим в Библии открытой. Я могу называть не единожды это. Господь показывает, кто мы такие. Мы должны понять. Он нас преображает сегодня. Ну, мы ссылайтесь на неверующих. Я не ссылаюсь. Я говорю, ты такой же. И тебе Бог это уже давно дал, если ты в Библии. И что ты не преобразился, поэтому всякие сплетни собирать будешь. Святости никакой не увидишь. Леви 10-10. Терпичайте чистое от нечистого, святое от не святого. Свечки какие горят сегодня? У нас, которые горят свечи, чисто восковые. Благословенные. Запах, аромат. Посмотрите, что в церкви делается сегодня. Каких только не ставят. Зеленые, красные, там разве еще только нету? Поэтому и катаракта, и все. А какой ладон, где его достали? А какой когор, кто его делал? Это все исследовать где-то могут. А могут и не делать. Но в церкви это обязательно должно быть. Чистая для чистых. А нечистая от нечистого. Поэтому наше чтение должно быть абсолютно чистым. И они беседовали об его исходе. А как они узнали, что это Илья первый раз видели? Об исходе. А исход был евреев из Египта. А раз здесь следует об исходе. И видимо, поминали эти, они поняли, это Моисей. Они не сказали, я Моисей, здравствуйте. Нет. А Илья. И оба были бездомны. Этот в шатрах 40 лет. А Илья бежал 40 лет, когда Изабель дала указание арестовать его. И давай сейчас построим. Это попытка построить первый монастырь. Ибо не знал, написано Петр, что говорит. Ну хорошо, построили 588 метров. Воды нету. Колодцы там не работают. Откуда колодец будет? Питаться нечем. По неволе нужны туда прихожане. Которые кормят 10-ти родных. Туда никто не заберется. Если заберется один-два. А эти, которые пенсионеры, то не один. Ну мы, дядь, когда давайте по сегодняшнему прокрутим. Что получится? Что они просили? Зачем? Потому что на земле бездомание. Они уже устали от этого. И когда сошли, сразу же люди подходят. Вот сын такой-то. Почему не могли и знать? А вы возьмите на горную проповедь. Блаженые нищие духом. Внимательно просчитайте. И скажите, я изменился, когда стал считать. Когда принял крещение, стал ходить в храм Божий. Первое. Блаженые нищие духом. А ты понял это? А как? Все твои знания, все твои университеты, они ломаного гроша не стоят. Если ты сравнишь с тем, что Бог требует от тебя. Нищета полная. Я в день, когда умер, 27 сентября, в 62 году. Я понял, я ничего не знаю. Хотя учусь в это время успешно. Три курса за год сдать там все это. И ничего нету. Пустое место. Дай Господи. Теперь дошел до блаженной плащище. Какие слезы? Я на море. Моряк. Сто процентное здоровье. Надо выпростить. И когда Бог дал, я не могу восстановиться плакать. Как сейчас там Игумен написал. Вы видели где это? Чтобы в храме. Это во дворе храма. Человек сядет на коленях и часами непрерывно плакал. О том, что священники не проповедуют. Это Божий дар. Девять блаженств. Себя проверь внимательно. Когда ты от них там услышал и как ты преобразился. А мы об этом сейчас прочитаем конкретно. Господь запретил говорить, пока он не будет распят и не воскреснет. Почему? Чтобы не соблазнить людей. А дьявол может, он это и сделает. Сядь в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. А он с неба будет не изводить. Так что никого этим не обратили. И апостолы нигде не говорят об этом. Только Петр однажды обмолвился. Мы это место еще раз повторим сегодня. Придумал слово велелепное. Он не употребляется ни в Библии, ни в обиходе. И от велелепной славы. Велие это великое. Ну у нас, понимаете, извращенный язык. О котором Тургенев говорил в годиной испытания. Он поддерживает меня. Великий и могущий. А мы его не знаем. Ну сравнение какие, допустим. Красивый. Сравнительное. Красивее. Превосходнейшее. Наикрасивейший. Так? Бог свят. Больше нет. Святее нет этого слова. А у нас смертный человек святейший. Все непонятно. Тут же не гордыня здесь. Уже перешанную. Библии нигде нет. Гордыня даже не подходит. Даже дьявол на это не претендует. А человеку. Ваше святейшее святейшество. Ну дальше уже нельзя сказать. Святейшее и оба слова с большой богом. Паранализируем себя. Не случайно возник в протестантизме это обучение о нас как и язычников, не верующих. Вот коснись все. У нас единственное, что это не принято в православии. А такие надписи были. Все. Все остальное могло быть под запретом. Но мы это все оправдали, соборы прошли, иконопочитание есть. Слава Богу. Но надо объяснить другим. Те, которые не имеют этого. А они нас в этом обвиняют. Это другой вопрос. Итак. Спускаются с горы. Там весноватый. А почему мы не могли знать? Господь показывает. Не хватает веры. Вот о чем просить бы стал? Когда я первый раз склонился, первый раз, мне дали Новый Завет, такого, крупного, такого, может быть, размера, дермантиновый, черный переплет, и я считаю. Я сразу записать. И вижу, записывать нельзя. Все божественное. А я по эзотеристических брошюрах собирал, все склеивал, чтобы просчитать это. Хозяева вошли. У меня желание, буквально меня потрясает. Я помолиться хочу. Они встали на колени, а я кладились. А в день 50, если веяние ветра было, и они подумали, Дух Святой сошел. В это время ветера клали, Богородица, Дева радости, достойная, я другого не знаю. Они говорят, ну, своими-то словами попросите. А что просить? У меня все есть. Я молодой, денег хватает, здоровье стопроцентное. Домашних не забываю, каждый месяц посылаю деньги. Что делать? И вдруг меня осенило. У меня веры-то нет. Я возобил прямо Господу. У меня веры нет, Господи. Поверить тому, что я сейчас считаю. И для меня с того момента, когда я это сказал на молитве, не глаза считают. Что-то это необъяснимое явление. Как будто голос какой-то мне это начитывает. Я не слышу. Вот когда стихотворение, я говорю, вот сейчас четырехтомник вышел. Как? Я не знаю, у меня как бы строка проплывает. Я ее запоминаю, на молитве запишу. А сами строчки одни маха написываются. Ни одной помарки нет. Как это Бог делает. Берет самое негодное, самое отверженное. И делает как ему угодно. И в них, ну, Слово Божие, я понял, мне никогда не познать всего этого. Я нашел, что Бог, говорит, избрал апостолов, пророков и встретить их учителями. Главная ошибка сектантов, протестантов, а не отвергнутых учителей церкви. А своих придумали. Лидеры повели. А мы православные. Мы таким богатством обладаем. Перед нами толкование. Каждый может достать его. Итак, они спускаются к низу. О преображениях в апостолах не произошло. Нигде об этом не говорится. А мы это видим. Господь упрекает их уже после воскресения в неверии. Мы просчитаем сейчас два места. Римлянам 12.2. Только два места. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Да будет воля твоя. Преобразуйтесь. Вот мы сейчас уходим отсюда, мы сегодня должны преображенные выйти. Я прошу просто, чтобы Господь Духом Святым каждое сердце осенил. Чтобы ты сказал, вот в этом я еще не успел, вот это блаженство не разбирал. Здесь меня все любят, никто не гонит. Блаженны, когда будут гнать, злословить вас. Он человек, тот бы никогда не стал, но Бог последнюю награду мне дает. Самый близкий человек. Он может подняться на тебя. Который ел и пил, поднял на меня пятом, и говорит, почему? Божья награда. Это надо пройти через это и молиться. Молиться особенно об этих людях. А у меня каждый день, ну я не знаю сколько, примерно 50 выпадов против меня в интернете идет. А почему? За каждую душу дьявол бьется. Кто-то отойдет, да. Ну видите, сколько приходит. И когда принимает крещение. Новые люди. Поэтому не опускай руки. Ну, самое страшное у нас это смерть. А смерть побеждена Христом. Я смерти не должен бояться ни под каким видом. Ее нету. Верующий в меня не умрет, говорит Христос. Он переходит от смерти. Вот мертвое, неверующее, переходит в жизнь. Итак, еще раз прослушаем. И не сообразуйтесь с веком симпом подруг. То есть, как в мире поступают люди. Посмотрите, как они детей учат. Какие они у них есть. Священники меня спрашивают. Вот сын ходит в школу, а там пристают. Я хочу его в секцию борьбы. Чтобы умел сдачи дать. Ну, одному дал. Ну, их-то туча. А как сделать? У меня племянник жил. Они его там. И плевали на него. Еще нет. Я пошел в школу разбираться. А как разбираться? Побеседовать. И стал говорить. Учительство, я ничего не знаю. Они когда домой идут. Они его там портфелями бьют. Плюют на него. Я их нашел. Это делал? А ты чем лучше его? Ты тоже Бога им не знаешь. Он с вами играет. И Господь вас просто уводит от него. Чтобы он за вас не хватался. Вот и все. Причина-то одна. А он уже такой стал, как в этом. А вот он-то Иисусика. Какой он Иисусик? Если понимать так. Дитя Иисуса. И еще. Пилипистам 3.21. Преобразуйтесь духом, умом. Мы должны выйти отсюда другие. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силой, которого действует и покоряет себе все. Понимаете? Наше вот это тело. Израненное. С болячками. И вдруг подобно его. И когда стыке объясняют, я больше нигде не встречал. Они ух. Слово о и подумать страшно. Вот у буддистов у них, когда тоже молитва, как Господь Иисусе Христе среди Божьего по имени для грешности, а они читают, о, маня падма хум. Это означает, о, ты сидящий в лотосе. Буддисты. А когда монахи буддистки, это, о, маня падма, назови за. А уже, которые там, с химонахи. О, вот мы дойдем до этого состояния, чтобы на все смотрели и всему удивлялись, каждому листочку, погоде, что нам Бог дал, какой священник с нами. Мы настолько богатые духовно, здесь только надо это все усвоить. Еще раз. Которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу, его силою, которой он действует и покоряет себе все. Вот, можно еще просчитать одно место. Второе Петра. Уже считали. Первая глава, 16-18 стих. Это заканчивается. Ибо мы возлестили вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, нехитро с плетенными баснями последуя, но бывший очевидцем его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда велелепной славой принесся к Нему такой глаз. Сей и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вернись, пожалуйста, еще назад, внимательно, что мы не от того, что кто-то сказал. Мы на горе фавор были, он не поминает только, и нигде апостол не говорят, но тут понятно. Примем фавор. Ну что? Считайте. Ну бывший очевидцем его величия. Его величия, очевидцем. Я был на горе, я видел, и они этим пользовались, авторитет подгоняли себе. Ты мне не веришь? Я видел его. Он не такой, как на земле ни один белищий, снег не может. Я видел его, и прямо из облака голос был. Петр обращается на это событие. Внимательно слушайте. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. От велелепной славы Божией мы ложимся спать или встаем где-то. Мы должны Бога непрерывно благодарить. Я этого до конца не познаю, Господи, всей красоты. Прими из немощных уст прославление Тебя. И то, что святые установили вот этот праздник, благодарение Богу. Иначе бы сегодня я не смог сказать, вот упирая на этот праздник, что мы пошли преображенные. Он настолько преображенными делает нас, что называется святыми и избранными. Оценим это определение Божие. И чтобы эти слова о нас воплотились в жизни, и мы в вечности были с ним преображены, и наше тело не такое будет. Какое мы не можем сказать, но подобное его тело, для которого пространства, стены не существует. Которое бессмертное, и болезней там нет. Слава Иисусу Христу за этот великий, дивный день преображения Божия и возможности быть нам такими. Аминь. 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 Аминь.